Привет любителям истории нашего города и региона это программа сделана в Вятке меня зовут Владимир Сметанин я приветствую в нашей студии историка икра и веда руководителя музея Вятского госуниверситета Евгения Питулина Евгений Альбертович, день добрый добрый день, давно я тут чего-то не заходил с прошедшим вас юбилеем, с круглой датой с сегодняшней датой международный день музея сегодня отмечается в нашем мире, 18 мая то есть у меня и праздник еще оказывается с утра тружусь даже забыл поэтому, воспользуясь моментом приглашаю всех на ночь музеев оно будет завтра будет большое представление в инженериуме, традиционно ночь музеев, в том году мы были на втором месте по посещаемости после главного музея города а в Вятского художественного тоже будет интересное шоу, заходите не пожалеете до сколько начала? мы сегодня просто говорим в наших эфирах очень много про завтрашние оценки ночь музеев с шести или с пяти с пяти даже с шести с шести, да? лучше посмотрят где-нибудь в интернете там точно ну и ноль плюс шести, семи, ну да поздно будет там до десяти, до одиннадцати ну я знаю, ноль плюс может и старый млад да, приходить на это мероприятие ну а сейчас начнем наш традиционный исторический экскурс тему этой передачи, признаюсь, предложил именно я дело в том, что недавно мы только отпраздновали 73-летие Великой Победы 9 мая было очень многолюдно на улице города, на театральной площади в том числе и авторетро да, прошел прошел бессмертный полк собравший рекордное количество гаража но в этом году, раньше такого большого числа участников он не собирал ну вот есть надежда, что с каждым годом все активнее и активнее будут люди участвовать в этом мероприятии, кроме того, да, была выставка а мы не побили, опять у нас 2 мая холодный не побили рекорд наш абсолютный нынче была 51 машина точнее 49 машин, 2 мотоцикла а рекорд был позатом году когда было 54 машины но только что из-за холодов не все поехали расскажите, пожалуйста, о том, что за техника была представлена техника была традиционная и где ее можно посмотреть, кроме как в эту дату и на театральной площади да, трудно сказать, все из частных коллекций все частные коллекционеры по собственному желанию, да вот задача города все готовы поставить свои автомобили в единый музей чтобы были частные коллекции но под одной крышей был бы такой ретроавтомобильный музей вот все говорят, ура, ура, идея замечательная а вот денег нет, помещений нет ну, может, что-то стронится а так были из машин традиционные ГАШ-67 и Победы и масса была Волг разной модификации 21-х и новинка сезона это был шоу-стоппер гвоздь программы это инвалид в народе прозываемая Моргуновка по фильмам операции Юрий Веснин ездил с надписью своей ронной пленных не беру, раненых не бросаю вот движок, движок сзади охлаждение воздушное на всех фотографиях она, по-моему, запечатлена впервые она, да, поучаствовала в выставке? впервые, да, впервые хотя он заглох там пару раз но, тем не менее, победно и триумфально завершил пробег в общем, сейчас, кроме как 9 мая если нет личных контактов с коллекционерами к сожалению, не посмотрите на лето есть планы может быть куда-то устроим пробег небольшой может быть будут и локальные выставки ну, конечно, вот масштабы 9 мая они собирают у нас всех участников даже приезжали люди из районов вот, а так, ну, посмотрим все зависит от предложений итак, я предлагаю сейчас нам всем вместе перенестись в май 45-го года да, сегодня мы посвятили эту программу послевоенному Кирову затронем, наверное, стороны понятные каждым слушателям, каждым жителям и сейчас это быт это торговля это в общем, переход от военных занятия к мирной жизни да ну, известно, что кировчане узнали об окончании Великой Отечественной радио по радио было сообщение как, собственно, и о начале Великой Отечественной до конца апреля уже промелькивали слухи о том, что вот-вот вермахт должен потерпеть поражение и вот-вот будет объявлена о победе и так Евгений Альбердович май 45-го ну, это очень тяжелая тема, конечно вот, после эйфории победной вот дальше очень-то довольно сумрачные страницы были конечно, в истории нашей поэтому в большинстве справочников по городу Ирову в каких-то исторических аналах избегают освещать эту тему вот победа ура, ура, 9 мая и сразу послевоенное строительство индустриальный бум строительство там улиц, домов и прочее вот, да, это выпадает конец 40-го до 50-го года об этом очень мало сказано ну, конечно, было по радио услышано там же 8 мая фактически была подписана капитуляция были и это радиопрограммы но безоговорочной и полной капитуляции еще известий не было поэтому люди дежурили в городе у репродукторов или там в цехах были где-то и утром рано пришло подтверждение что да, Германия капитулировала поэтому образовались вначале стихийные митинги люди стояли и у репродукторов ждали известий люди собирались в цехах вот на какой-то завод я уж не помню но там а вот здесь рядом через дорогу машиностроительный завод вот он прибежал сразу в 4 утра и директор и там порторг и начальники цехов все устроили стихийный митинг люди плакали вот потом эти митинги конечно были уже дальше поддержаны организованы в традиционном русле что помимо ура-ура и слез радости возьмем повышенные обязательства еще теснее сплотимся ну и так далее еще больше продукции перед этим был последний четвертый заем у насилий работников и поэтому все-таки последние месяцы войны предчувствия победы люди отдавали аж двухмесячные зарплаты вот это представить войну отдать и два месяца жить безжелом да даже тем не менее отдавали чтобы быстрее приблизить ну вот вышли люди ну надо тут пояснить если кто не в курсе деньги собраны выходили опять же на вооружение мундирование и так далее а тут буквально вот уже перед самой победой тем не менее был сбор денег четвертый заем вот было собрано немало в том числе многие добровольно отдавали чтобы приблизить и люди собрались на театральной площади был официальный митинг кстати 9 мая 45-го года шел сильный дождь даже по фотографиям осталось в памяти что люди стоят под зонтами играют у театра военный оркестр вот ну и конечно с июня уже начали приезжать первые демобилизованные но еще до этого а уже где-то с начала нового года 45-го город уже готовился к мирной жизни уже в принципе еще 46-го не знаю 45-го 45-го с наступлением уже фактически исход войны был ясен уже оставались там это месяцы поэтому надо было переходить и принимались планы уже мирной жизни то есть все что могли и то что даже не могли ну в частности в планах на 45-й год было заасфальтировать улицу Орла Марса от драмтеатра до профсоюзной что и было сделано на север от драмтеатра потом обустроить театральную площадь достроить наконец-то дом советов который был недостроен как известно перед войной и был отдан под пехотное училище квартиры эвакуированных рабочих а верхние этажи вообще были холодные нежилые вот это было а самое интересное знаете что это в сторону дома советов сейчас посмотрел в 45-м году уже были приняты планы о строительстве моста через Вяту в том месте где он сейчас уже на году старый вот видимо финансы нашли только через 15 лет где-то к 60-му году а в планах уже действительно горсовет в 45-м году еще во время войны вот было что надо строить мост но город город что представлял из себя военный город конечно после победы все стали да и весна было сдирать светомаскировку сдирать эти накленные ленты в ресноопонах вот открывать радоваться ну об этом уже известно но город меньше 200 тысяч в основном вкраплениями редкие каменные дома были там дом напротив октября дом театральный площадь сама театральная площадь фактически была очень маленькая это вот например асфальтовый пятачок между нынешним сквером фонтана и там театром остальное все были жилые дома огроды деревянная длинный барак где находился суд одного из районов вот было конечно заводы за время войны приехали десятки заводов было вместе с ними огромное количество людей в частности пришлось уплотнять где-то нужно было размещать да уплотнять местное население и барак были по облегченному варианту построены в заводских районах все это конечно подлежало немедленной реконструкции сносу или какому-то преобразованию все-таки надо было что-то делать то есть большинство домов не ремонтировались с 17 года вот с уплотнением и впрочем все это обветшало заборы были порублены на дрова много очень ну не все конечно но часть потому что тоже с топливом были проблемы и в итоге к 45 году на человека в Ирове приходилось где-то 3 с лишним метра жилой площади причем по большей части это была площадь неблагоустроенная где люди спали там очень скучно вот военные бараки там бывало что до 70 человек где-то в одной в одном помещении в комнате спали вот все это конечно проблем было массой надо было их решать и вот я думаю что сразу после войны все-таки учитывая огромный людской ресурс все-таки в городе хотя говорят что жизнь не менялась до 50 года но я думаю что началось уже из 45 шевеления то есть город облагораживался тем не менее в 48 или начале 49 дома был достроен и запущен полностью дом совета в серверном дом правительства была благоустроена площадь строились даже здания гражданского какого-то назначения в частности в 48 было построено сгоревшее на той неделе кулинарное училище нынешний какой-то колледж пищевой промышленности 70 лет в честь 70-летия вот такая прагедия ну жизнь была надо было жить дальше в 45 конечно был огромный поток эвакуированных хотя ну сами понимаете что не все просто эту огромную армию нельзя было в одночасье распустить к тому же в августе началась война с Японией это снова были митинги где снова на предприятиях клеймили этот самый японский милитаризм милитаризм вот призывали там быстрее разбить Японию ну конечно шли похорон и вот где-то и почта может быть блуждала и очень больно было бесспорно в последние дни войны или даже после победы это вот огромное горе получить похорон под берлинской операцией или позже из Японии да и просто когда-то там затерялась и находила адресат вот такая вот бумага вот но тем не менее волна была уже начиная с июня демобилизованных такая большая что у всех ворсалов строили огромное временное помещение брачного типа для размещения туда интересно было постановление горсовета завозить газету дежурного библиотек эра дежурного агитатора ну видимо чтобы санпропуск и вот там и прочая эта временная структура чтобы рассредоточить и отправить дальше потому что ведь не было такой гиперцентрализации город Иров фактически в области мегаполиса районы практически и пустынные и дороги туда какой-то баланс надо было отправить в район кроме этого в госпиталях тоже немало количеств Ирови находилось раненых и после в том числе и тем кто уже получил или кому светила инвалидность их надо было куда-то также поэтому тут же была развернута эта структура по обучению инвалидов находящихся в госпиталях по сильным им профессиям то есть еще в городе можно было куда-то устроиться над домником делать там игрушку делать и это простые операции то в сельской местности это конечно была более тяжелая проблема для инвалидов работать они могли не везти учитывая отсутствие какой-то техники но тем не менее там по прибытии даже в самое бедное хозяйство давали до 100 килограмм хлеба выписывали там ну то что могли пару валенок пару кожаной обуви какую-то одежду вот народец возвращался так там у Высоцкого было возвращались отцы наши братья по домам по своим да чужим вот в общем такие масштабные людские процессы происходили очень конечно было непросто ну конечно не все было на фотографиях что объятия улыбки пустые сирени все это было более прозаично но вот сам дух он витал наверное не один месяц вот победный радости стихийные были и это застолья во дворах там приглашали случайных вот этих солдат которые шли столы сдвигали ну дом это кругом деревенские дома вот на фоне каменных там все равно все уплотненные жители вот массово отмечали и вот может быть эту эйфорию немного сбил следующий год который был очень жарким и в области градом побило массу посевов и по утверждению 46-й по утверждениям очевидцев это был год даже тяжелее чем многие военные годы самый тяжелый военный был 42-й это мороз был там морозы были неопределенность там оставят ли Москву не оставят вот это был психологически тяжелый и вот 46-й он был просто голодный год 46-й конец 47-й начало то есть 47-м отменили карточки но до этого все-таки было очень тяжело особенно в сельском хозяйстве где даже трудоднее в общем-то практически ничего не выдавали но тем не менее был как бы сейчас сказали был какой-то мониторинг и за инвалидами и за раненными и принимали жалобы это освещалось и в радиопередачах что вот инвалиду дали комнату где-то в доме без дверей без рам там без бечки без дров вот там такой-то начальник там допустил упущение надо это исправить как правило еще успевали несмотря на эти огромные лесбия массы то есть какие-то отдельные случаи они остались и запечатлены уже в каких-то документах ну вот в целом же конечно была волна регистрации свадеб что было отложено поэтому говорят что волна послевоенных детей 45-го года это такой всплеск впоследствии было очень много ну вот если пройтись по улицам конечно много людей наверное еще года три ходили и донашивали военную форму просто ничего не было невозможно было приобрести что-то иное невозможно были довоенные это если не выменили на еду костюмы гражданские находили да наверное не так уж это было конечно не так в Москве вот не было если судить по фильму там место встречи изменить нельзя там это и рестораны и бильярдные и народ относительно богатый но там извиняюсь сколько было там людей состоятельных и военных большого ранга генералы и полковники кстати у полковников майоров ну не говоря уже о генералах даже жены могли не работать войну эвакуированные потому что денежный аттестат был там от двух тысяч там и выше ну от полутора точнее у майора там да большие деньги да большие средняя зарплата была 600-800 рублей поэтому ну вот конечно в Москве жизнь была совершенно другой тут была бедная но тем не менее если вот смотреть то в этом были плюсы в какой-то бедности потому что когда в 47-м отменили талоны и уже 50-му году люди стали жить не богаче скажем обеспечения то было отмечено опять же в документах что выросло бытовое пьянство то есть у людей завелись и это деньги и они тратили их соответственно огромный стресс послевоенный это стресс он же не сразу еще эта эйфория прошла и человек начинает вспоминать что куда бы ему применить свои силы как жить здесь в 50-м вот это пьянство особенно среди участников именно оно было отмечено ну а куда было в городе пойти было два в основном-то их торгово-культурных центра скажем так в послевоенном Ирове это были рынки конечно первый рынок был вот возле ну где сейчас вот возле филармонии чуточку севернее вот это старый рынок где раньше был магазин континент сейчас там много чего-то есть вот там извинения и второй рынок это старая пупыревка которую перенесли с Орла Марса на место нынешнего октябрьского рынка он был поменьше это была конечно не замощенная а грязная территория вот были масса инвалидов коллег у входа куда без них после войны были то 50 просили до 50-х года они были вот были пивные где собирались вот люди конечно фронтоведяне и выглядели вот видимо в шинелях телогрейках там кто-то и с медалями кто-то на этих самых тележках с колесиками если без рук вот эта публика собиралась ну что там было ну пиво там рыба это вот незатейливая была и публика и потребности у них но вот я подумал что вот если бы кто-то был из нынешних шибко продвинутых вот пришел бы в ту пивную 45-го года вот или 46-го там 47-го и с этими мужиками бы за столиком и сказал бы что можем повторить то не знаю бы что бы с ним сделали это вы имеете ввиду вот это да-да сегодняшнее поветрие вот это расхожие наклейки на машинах можем повторить вот пришел бы человек в 45-м в пивную и сказал бы я могу повторить все ну просто очень долго бы били наверное сразу бы без предупреждения хотя знаете какой-то потом слушайте а государство как-то поддерживало ну наверное людям с инвалидностью с оторванными конечностями все-таки без себя полагалось а люди пришедшие ну в начале понятно что после войны сразу все не сделали но вот в 50-м в 50-м году в позднем 40-м отношении начало меняться снова началась эта милитаризация в обществе то есть на смену врагу побежденному фашизму пришел какой-то империализм во лице Соединенных Штатов и опять все что вот вы знаете там начали и слухи ходить ну официально это не подтверждалось что конечно вот после войны все ждали что сразу вот заживем хорошо что построят жилье что сразу у всех будет много денег там счастливая жизнь а потом начали говорить что нет все деньги ушли на создание атомной бомбы вот надо еще надо потерпеть поэтому и эта история конечно и тянулась я еще учился в школе в 60-е когда нам тоже впаривали что вот у нас люди живут и в подвалах и в бараках это вот конечно надо еще потерпеть после войны мы тоже не можем обустроиться а как с продовольствием было? с продовольствием в первые месяцы в 47-м продовольствие было по карточкам конечно нет я имею ввиду с доступностью с ассортиментом ну получше чем ну а также ездили был замечательный фильм по повести Альберта Лиханова был снят у нас в Собоцком в Сельной базарной площади вот там очень хорошо эта жизнь послевоенная показана военная послевоенная что как ездили в деревни пытаясь обменять что-то там еще из мануфактуры из одежды из постельного белья на продукты на хлеб на масло на продукты а так конечно было все по запредельным ценам ближе последним сороковым уже конечно было скажем так определенное изобилие например магазин рыба на Московской и на углу Сазанской ну этот дом сейчас там по-моему магазинчик был продовольственный до недавнего времени сейчас закрылся стояли все витрины заполненные банками с крабами причем да на безрабах крабы и не покупали потому что не были привычны то еди а эти банки говорят были завернуты еще в пергаментную бумагу стоили не недорого но были традиции а так вот представьте дом старый там построил какой-то состоятельный мещанин там или купец или какой-то там чиновник и этот дом поделен на множество-множество комнат где вот эти живут послевоенные женщины там 10-15 вот у них этих комнатенок маленьких 2-3 мужика вот вернулось на всю эту вот у меня бабушка жила этот дом был на месте биотина и русская печь ну после войны чего был были конечно принусы опять же довоенный керосин продавался везде а почему-то в 47-м году возмущалась и правда что в городе остались всего два магазина продающего керосин и поэтому люди приходили после работы был на керосине да принусы на керосине работали керосин ирогазы вот и поэтому люди после работы уставшие приходили видели огромную очередь и просто не могли вот уходили домой не знаю на чем готовили а по выходным и праздникам не поверите устанавливались очередь на пользование русской печи потому что печь была обычно большая кухня у всех были столи и там по периметру со своими ирогазами а уже с 50-х стали их менять на электроплитки но это считалось затратнее вот поэтому в Ирове вот была вот очередность на пользование ему ватруш печь конечно там и ну где там коммунал сами понимаете где там мирные люди жили это не очень вот но потом обычно все замирялись давали попробовать свою продукцию нам очень трудно понять вот этот менталитет когда читаешь вот такие нюансы нам пора сделать небольшую рекламу сейчас паузу рекламную паузу Евгений Альбертович Евгений Питонин историк краевед руководитель музея авиатского госуниверситета сегодняшнюю программу мы решили посвятить послевоенной обстановке в нашем городе с чисто такой человеческой точки зрения максимально непонятной каждому из нас продолжим через полторы минуты продолжаем разговор после военном Кирове действительно Евгений Альбертович упомянул в перерыве что на самом деле неизвестная во многом темная тема послевоенные годы не любили ее освещать официально потому что надо понимать что жизнь тогда была разнообразна во всех своих проявлениях много было трагедий когда люди возвращались а некому было вернуться не говоря уже о том что не возвращались люди еще трагедии было очень непросто вот о взрослых мы сказали а сейчас о самых маленьких опять же Высоцкого процитирую а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось споттан и не досталось им даже попули время слухи живи до тужи не дерзнуть не рискнуть но рискнули из напини делать ножи вот эта вот шпана послевоенная безотцовщина шпана был лукас военного времени 40-го года где в обязательном порядке принуждались работам в сельской местности молодежь с 12 лет в городе с 15 ну может быть а то учился принуждались то есть были мобилизованы школы ФЗО на заводы и все конечно вот есть знаменитый снимк где мальчик стоит на деревянном ящике чтобы дотянуться до станка и выполняет план вот эти трогательные фотографии но есть и обратная сторона этого дела закончилась война но тем не менее вот ввели уже выходной с 47-го года появился один выходной день вот в воскресенье забота можно было но тем не менее уволиться в воскресенье но тем не менее уволиться с предприятия так же было нельзя и вот такое интересное нашел я письмо на просторах интернета это письмо характеризующее царевшие в СССР порядки в конце сороковых вот я сейчас текст письма прямо и зачитаю пишет директор школы дирекция и парторганизация ФЗО номер 35 где учился ваш сын Владимир с марта месяца 48-го года по октябрь 48-го сообщаем что сего числа ваш сын совершил государственное преступление то есть дезертировал из школы своим необдуманным поступком по иную школу он толкает себя на стремью подсудимых согласно указа президиума Верховного Совета СССР ну там 28-го 12-го 40-го года вот я упоминал а вы родные принявшие дезертира и не принимающие мер возвращению будете платить обращая внимание в пятикратном размере за полученное бундирование а также за питание коммунальные услуги то есть за все то что затратила на него школа в течение пяти месяцев то есть на полном обеспечении да он находился в пятикратном размере судить вашего сына а также взыскать с родных деньги за прожитое время израсходованное на этом деньги не в наших и ваших целях так испортить жизнь вашему сыну посадить его в тюрьму а также подорвать ваше хозяйство мы не хочем а также думаем что и дум считаете вы поэтому просим вас товарища Степанов выслать сына в школу в школу ФСО имеется ввиду не позднее первого сентября если этого не сделаете будет оформлено дело в суд взята санкция на арест вашего сына в прокуратуре и представитель школы выведет по месту жительства для того чтобы этапировать или судить на месте вашего сына директора школы Пелевин кстати подписан ну вот понимаете непросто конечно это осознавать молодежи может быть были и это прорывы но вот эти школы я понимаю что была войну масса предприятий работающих круглосуточно и надо было все для фронта все для победы фронт там проходит через наш город также есть вот книга город овавши победу где в третьем томе у меня много описано о работе предприятием ировое военное время но вот эти пацаны в 48-м три года уже нет войны их собирают и отвозят из родной деревни из родного города куда-то фзо несмотря на склонности вот и я бы не сказал что там были это порядки как в институте благородных девиц а даже там знаменитая школа имени Достоевского республика шкид она выглядела бы довольно вегетарианц и вот на фоне вот этих военных послевоенных фзо где писали что конечно местные или там старшие было вот эти же почему бежали не было не зачастую никакой одежды вот хотя вот говорили пятикратном размере выдавали там ну какое-то старье например соберут школу где-то было в комментариях описано 100 этих отправят пацанов из них 20 в общежитие в одну комнату а остальным выдали по матрасу в частный сектор где они спали на полу где у них не было возможности ни умыться ни приготовить еду они там да в овшах жили и к тому же если питание было на заводе горячее один раз это была овсяная каша овсяный суп и соя в овшах как правило ежедневно или суп из этих из капустных очисток вот хотя бы что-то а в выходной их вообще не пускали в столовую завода и тем не менее вот отнимали еду даже где-то удивился что факты ленинградские эвакуированные ленинградцы отнимали еду вот у тех кто был послабее вот где-то тут описано так же из воспоминаний естественно что тут можно ожидать от человека там 13 14-15 лет домой побежит все укрывались в деревнях где-то описан случай тоже вот был что и мой там какой-то дядя он бежал вот это а бедные девицы школьницы их на лесоповал мобилизовали вот они работали всю зиму в лесу они тоже бежали оттуда потому что в дырявых сапогах там или в телогрейках у них и валяна это не было бежали их ловили я не думаю что всех сажали но были может единичные посадки но конечно там определенная часть там для устрашения была действительно отправлена в полонии для несовершеннолетних большая часть просто отлавливалась и возвращалась но правоохранительные органы в это время тоже были укреплены чтобы отслеживать все эти но ведь инцидент у них хватало и других проблем вот представьте с войны пришла огромная армия человек которые умели обращаться с оружием которые в принципе на территориях любили говорить освобожденных привыкли в принципе в качестве трофея легко брать все что плохо или не очень плохо лежит или кому-то принадлежит и ну не большинство конечно но определенная часть их просто не вписалась в жизнь вот эту то есть не нашли работу причем это были люди разные и поумнее там и образованнее и так далее ну вот даже если вспомнить эту же пресловутую банду черная кошка там начиная вот людей относительно образованных там и умеющихся подать вроде Фокса до бывших разведчиков героев и вообще малограмотного хулиганья ну точно так же их первые вот у меня дед знакомый был в свободском дядя Саша Александр Сергеевич умер он уже его мобилизовали он работал на торфозаготовках машинистом паровозе узкоколечного и это какой год после войны война после войны конечно после войны и вот даже после войны надо было от Слободского ехать вот до этого Рино поселок где были торфоразработки у него был мотоциклет он видимо собрал из Трофейного или какой-то был и вот где-то он раздобыл оружие все равно там и привозили это Трофейный Вальтер но дома тоже милиция у него в пне был этот за городом Вальтер охранился он уезжал и рулю мотоцикла Вальтер этот пристегивал потому что вот даже на этой вроде бы безопасной дороге от Слободского там могли быть какие-то ну не знаю дезертиры не дезертиры но люди явно с криминальными наклонностями которые в принципе антисоциальные элементы опять же вернусь к фильму Лиханова Парусель на базарной площади вот чем закончилось такое же нападение на горожан вот этой банды в лесу слепой человек от них отстреливался в принципе вот это было милиция была малочисленна а проблем была милиция тоже если набиралась тоже из душ милиция женщины регулируются пришли конечно да старались брать там поднимали но зарплаты были очень маленькие и численность милиции и было очень характерно вот ино то что послевоенного времени называлось он вор когда какой-то гастролер он украл какие-то формы офицера помните такой 90-х и вот представьте там милиция когда подходят сержанты милиции и говорят офицер ваши документы и он начинает рвать на себе гимнастер и говорит вот мои документы вот тут рано вот тут вот у меня милиционер да пойдем пойдем не будем связываться с ним я думаю что случай это взятый жизни да наверняка понимая милицию тоже с фронтовиками вот так вот подойти схватить за цугундер там или даже там в шестером подащить куда-то автозаков не было конечно но куда-то то вряд ли бы эта среда фронтовиков на это бы так же отреагировала поэтому проблема конечно и добавила амнистия опять ну забежим немного вперед но 1953 года амнистия конечно отпустили в связи со смертью генералиссимус наглядно было опять же в фильме холодное лето 1953 года у нас конечно город оказался на перепуте это светлаго северных зон с лагерей коми там с воркуты даже ехали через Иров и огромная толпа уголовников рассредотачивались залегали на дно по городу евгений к сожалению сегодняшняя программа время у нас истекает давайте предложим продолжить через две недели как раз рубеж 40-х 50-х ну хотелось бы еще и на какой-то оптимистичной ноте что вот годы были конечно сумрачные но опять же вот был какой-то у людей очень радужный настрой и несмотря на все тягости быта люди верили и было светлое будущее и ждали его и надеялись спасибо Евгений Питонин историк краевед руководитель музея от ГУ мы продолжим эту тему через две недели в программе совесть нерушимый с Днем Победы еще раз хочется поздравить праздник остается и будет оставаться самым светлым и Евгений Альбертович уже упоминал не надо повторять да не надо не надо этим фронтовить и бы не поняли спасибо до свидания спасибо